Всем привет! Меня зовут Ксения. Знали бы вы, как я волнуюсь, потому что я тысячу лет просто не снимала. И каждый раз, когда я сажусь что-то снимать, что-то записывать, у меня каждый раз что-то происходит. Последний раз я пыталась записать видео две недели назад, и по итогу оказалась, короче, в больнице. Надеюсь, что сейчас вот я включила камеру и все, и нормально сейчас все запишу. Сегодня я вам хочу разобрать все свои сделки по Форексу за прошлую неделю. Чистый доход у меня составил 785 долларов, но я крайне недовольна результатом, потому что я не так давно впервые в жизни слила депозит на Форексе. В принципе, я даже практически не расстроилась, потому что этот депозит я уже несколько раз окупила. И вот я открыла новый счет с плечом в два раза больше, потому что я открываюсь большими объемами, и чтобы платить меньше за комиссии, я теперь просто открываюсь в два раза меньше, чем открывалась. И, соответственно, в два раза меньше плачу комиссий. В силу этого у меня началась какая-то суета. То есть вот эти сделки, которые вы сегодня у меня увидите, про которые я вам расскажу, это первые сделки на новом счету, и мне до ужаса прям обидно, что я допускала такие ошибки. И поверьте, такое видео вам принесет намного больше опыта и знаний, чем если бы я вам сейчас просто там пять чистых плюсов в ряд показала. Я вам рекомендую вообще досмотреть это видео до конца, потому что оно очень показательное. Очень много суеты у меня непонятной было. Я вот даже сейчас выписывала себе тайм-коды, где там, на каком экране у меня, в какой период времени я открываюсь или закрываюсь. Я пересматривала эти экраны и такая, блин, неужели это сделал опытный человек, так скажем. Это если брать составляющую там money management и risk management. В принципе, по теханализу я с собой довольна. Давайте, чтобы много не разглагольствовать, я вот вам сейчас все покажу, расскажу. Вот у меня, получается, было три торговых дня, то есть 18 июля, 21 июля и 22 июля. К слову, я психологически за эти три дня настолько устала, хоть торговала я и немного времени, что сегодня вторник, уже вечер, а я еще ни одной сделки на этой неделе не открыла. Но вообще я уже неоднократно говорила, что у меня цель на Форексе зарабатывать как раз-таки от 500 до 1000 долларов в неделю. Поэтому по деньгам план, в принципе, выполнен. Так, ну давайте, поехали. 18 июля, да? Так, вот, здесь я открыла первую сделку. Считаю, что шикарнейшая просто ситуация. Я увидела вот такой вот треугольник и увидела, что цена стремится пробить вот этот вот промежуточный уровень. То есть у меня было предположение, что цена пойдет вот дальше вот сюда. Тем более мы видим, что этот треугольник уже полностью сформировался. То есть у нас уже есть все пять волн, согласно волновой теории. И что вот-вот должно быть пробитие. Так, далее эта сделка шла, шла, шла. И вот здесь я уже ее закрыла с маленьким минусом, потому что я увидела, что вот здесь вот можно провести такой уровень, что цена решила не доходить до горизонтального уровня. И что она пошла обратно вот к нашему треугольнику. То есть здесь уже можно провести линию. И тут же я решила переобуться, поменять свое мнение, открыться наверх. Потому что цена развернулась. Потому что если мы здесь проводим зону поддержки, то движение должно быть восходящее. Вот это очень важное умение. Я вам так скажу, что как только я научилась фиксироваться с минусом, там с небольшим плюсом, не жадничать, у меня торговля поперла вверх. Здесь я такая, ага, сейчас цена не пойдет в мою сторону. То есть рано или поздно, да, она когда-нибудь там через 10 лет, например, окажется там, ну даже через день. Но сколько минуса она может потенциально принести, если я не поставлю стоп? Или если я вижу, что у меня там ошибка или что анализ изменился, то почему бы мне не переобуться? Вот запишите себе это прямо в голове, что если вы видите, что ваша сделка не отрабатывает, не нужно ждать прямо до талого, что цена коснется там вашего тейка или вашей линии. Или вы могли заработать там 100 долларов, а ушли там в минус на 25. Да ничего страшного, переобуйтесь. Если вы понимаете, что анализ неверный, анализ неверный. Так, и вот здесь я закрылась, так вот она, с плюсиком. То есть общий плюс за день, с учетом там первой минусовой сделки, у меня получился 357 долларов. Был депозит 5000, стал 5,375. В принципе, отлично, вообще идеальнейшая ситуация, когда много времени это не заняло. Я там эти полтора часа у компании сидела, то есть я просто там ходила по квартире, пила чай и так далее. Закрыла день 375 долларов, идеалити, потому что, ну, чуть-чуть до моей цели. Дальше там дни я не торговала, потому что я была на дне рождения у своего мужа, и как бы было не до этого. И вот 21 июля, то есть там спустя три дня, началась вообще полная дичь. Как так можно было просто? Кстати, не обращайте внимания на все эти линии, я вам объясняю, где что, какая линия, но я их всегда леплю, и в данный момент времени я пляшу от определенной линии. То есть у меня нет привязанности ко всем этим уровням. Я практически всегда торгую на данном активе, и поэтому практически всегда у меня нарисовываются какие-то новые рисунки на графике. Так, смотрите, здесь была в чем ситуация. Вот я открылась на повышение, и я думала, что вот здесь цена хорошенечко начала пытаться пробить уже уровень. То есть пошли вот эти вот ложные пробития. И я решила открыться на повышение, и типа если увижу, что она не пойдет пробивать, буду переобуваться. Потому что предпосылки есть, потому что вот она зона поддержки. И в принципе цена поджимается, поджимается, поджимается. Есть вероятность, что там она хотела развернуться, чтобы протестировать там самый верхний уровень. Вот. И я открылась на повышение. Спустя буквально минуту я понимаю, что так, цена походу сейчас пойдет вниз, походу цена не планирует сейчас пробивать этот уровень. Это все было видно по микродвижениям. То есть я сидела, прямо наблюдала. В таких сделках, когда они спорные, когда в принципе цена может пробить, может не пробить, может развернуться, вам важно сидеть прямо и наблюдать за каждым вот этим движением. Потому что вы можете оставить какую-нибудь сделку, там, например, от горизонтального уровня, поставить там тейк и стоп, и все, уйти спокойно пить чай. Когда у вас спорная ситуация, лучше посидеть, понаблюдать, и тем более это будет хорошим опытом для вас. Вот. И тут же происходит опять же эта же самая ситуация, что я переобуваюсь и открываюсь на понижение, потому что цена оттолкнулась от данной зоны сопротивления, она не стала ее пробивать. И в принципе вот даже на приближенном графике видно, что вот все, здесь она должна уходить вниз. И вот здесь я решила закрыться, потому что цена практически коснулась моего тейка. А с учетом того, что здесь мы видим вот такой вот фитилечек, мы можем подумать о том, что цена должна все равно оттолкнуться. Здесь есть у нас вот фитилечек, то есть некая зона поддержки здесь присутствует. Иногда вы можете закрыться с маленьким плюсом, видя, что цена сейчас оттолкнется, и можете ловить прям вот эти вот свечные движения. Именно поэтому я здесь уже решила открыться на повышение, то есть словить вот этот откатик. Опять же, долго здесь не рассказываю, потому что только что все рассказала. И здесь я такая, ого, типа цена там что-то как-то идет вниз, и даже не обратила внимания, что вот здесь вот такая у нас свеча доджи. Думаю, фиг бы с ней. Если брать со стороны теханализа, то свеча доджи вот такая вот, тем более у зоны поддержки, хоть и промежуточной, это усиление сигнала. То есть в принципе здесь можно было дождаться, чтобы цена пошла вверх, но я думаю, не, нафиг. Я сейчас зафиксирую с минусом, просто психологически неустойчиво. В идеале мне нужно было завершить торговлю на этом, и все, типа там, ну да, просадка в день там на 100 баксов, ну не фиг бы с ним, можно было потом вернуться. Так, я отошла, попила чайку, вернулась опять к своим сделочкам, и решила здесь открыться как раз-таки на понижение. Почему я здесь открылась вниз? Смотрите, вот здесь вот свеча доджи, и то есть от нее в принципе не должно быть уже никаких отскоков вниз. То есть она говорит о том, что тренд вот этот краткосрочный, нисходящий, да, это тоже считается трендом, он должен развернуться. Я понаблюдала, понаблюдала, и думаю, не, открываюсь на понижение, потому что плюс, не было ретеста вот этого уровня, не было третьего, точнее, касания этого уровня, и у нас вот раз, два. Мы по ним провели, и можем понять, что должно быть третье касание. Дальше мне нужно было отойти, я отошла, наблюдаю с телефона, думаю, о, плюсик, смотрю, что цена уже касается уровня, и прошу мужа закрыть с компа эту сделку, и открыть какую-нибудь новую на его усмотрение. То есть он закрывает сделку. Вообще ситуация просто шикардос. Открывает сделку на понижение, но, как он потом сказал, он хотел открыться на повышение, и в итоге перепутал кнопки. Фиг с ним. У нас третье касание диагонального уровня поддержки, он открывает сделку на понижение. Я даже не стала ругаться, не стала докапываться, потому что с этим уже ничего не сделаешь. И просто сделка вот так вот закрывается по стопу, то есть, в принципе, вот это движение от уровня поддержки пошло наверх. А с учетом еще и спреда, как бы, вот и сожрало. И уже я ходила, занималась своими делами, и думаю, дай-ка я перед маникюрчиком открою еще сделочку. Вот здесь я открываю сделку на повышение, с учетом того, что цена развернулась от уровня поддержки как раз на третьем касании, вот это вот поджимание пошло. И я предполагала, что она как раз пойдет тестировать еще раз вот этот уровень, вот эту зону сопротивления, где у нас горизонтальная. То есть, тейк я прямо от души поставила, не очень высоко, чтобы сильно не жадничать, и думаю, ладно, пойду, и типа, пусть будет идти как идти. И тут пошла вот такая вот ситуация, и у меня просто раз моментом сжирается по стопу. То есть, ложно цена оттолкнулась, все как бы показывало на то, что она пойдет вверх, но рынок есть рынок, и поэтому она решила резко пойти вниз. То есть, я уже просела, с учетом того, что я тогда там, когда в понедельник заработала деньги, даже с учетом этих денег я просела, и для меня это было прям психологически, блин, какого хрена. И все это тупо из-за какой-то суеты. Дальше мне уже нужно было на маникюр, я вам говорила, и пока я сидела, короче, ждала, я сразу же с телефончика там открыла сделочку. Блин, я долго минут там 5-10 думала там, что будет дальше с ценой, и подумала, что здесь цена пойдет пробивать. Понаблюдала, понаблюдала, докинула еще 3 лота. На самом деле, если вы разбираетесь в Форексе, вы понимаете, что там на 200-м плече, у меня сейчас, по-моему, 200-е, это очень жестко. То есть, это очень большой объем, и это абсолютно не по мани-менеджменту. Но здесь мне уже было пофиг, я установила тейки-стопы и просто ушла на маникюр. И, в принципе, сейчас у меня запись экрана на телефоне включится, я вам покажу, что обе эти сделки, они закрылись по тейку. То есть, вот, эти обе сделки в 16-12 и в 16-16, и, в принципе, они мне помогли отбить уже этот убыток. Думаю, ладно, на сегодня торговли хватит, и вернусь типа в пятницу. Еще есть один день, чтобы добить мою норму по заработку. Тут, на самом деле, тоже дикий такой день. Здесь вообще очень мало анализа провела, и такая сходу открылась на понижение, чтобы цена протестировала этот уровень и потенциально коснулась вот этого. То есть, я ждала того, что будет какой-то фитилечек. Спустя только 39 минут я такая, блин, а, по-моему, цена моего уровня поддержки оттолкнулась, и никакого фитилечка дальше и не будет. И закрылась в минус. Здесь тут же открываясь на повышение, ну, типа, я смотрю на прошлые ситуации, что вот как цена офигенски просто здесь чуть-чуть там танцевала и улетала наверх. Все же я ждала того, что будет вот этот вот ретест вот этой зоны сопротивления. И эту сделку у меня просто выбило по стопу, то есть я получила еще один минус. Знали бы вы, сколько ярости у меня просто было, и уже вот этот вот тильт, уже, блин, хочется отбить, хочется заработать. И я просто психанула. Опять открыла сделку с телефона. На понижение, на три лота, потому что здесь увидела, что если проследить вот так вот с экрана, можно провести вот такую вот зону сопротивления. То есть после касания вот этого уровня у нас еще не было сильного отскока вниз. То есть по-любому он должен был произойти. Я прям надеялась, что он произойдет в тот же вечер. И по итогу в тот вечер его не произошло, цена ушла там в минус. И все выходные у меня просто тупо застыла сделка, провисела, потому что рынки у нас в выходные не работают. До понедельника. В понедельник я уже еду за рулем. Думаю, блин, а что интересно у меня там с Форексом? Захожу, короче, в метатрейдер с телефона, пока еду, такая, о, плюс тысячу долларов. Нормально. И то есть вот этой одной сделкой, при том, что я случайно про нее вспомнила, при том, что у меня даже не стоял стоп. Я, кстати, писала у себя в телеге, что вот у меня круто неделя началась. Я просто закрываю эту сделку и все. И даже не захожу торговать, потому что мне нужно было проанализировать все эти ситуации, что я вообще сотворила. Получается так, что я надеюсь, что я смогла донести до вас мысль, которую хотела. Получается так, что пока я записываю это видео, я еще раз просматриваю свои ошибки и думаю, может быть, даже сейчас выключу камеру и открою какую-нибудь сделочку. Опять же, я как минимум уже нарушила свое правило, что я не вывела прибыль с прошлой недели. То есть так нельзя, нужно зафиксировать. Ну ладно, сейчас не буду выводить, пусть у меня эти 700 долларов будут для вот этого вот болтания, потому что психологически сейчас тяжело, когда депозит опускается ниже 5000, потому что это новый счет, потому что это новый депозит. И пока я его не отобью, то есть пока я не сделаю x2, я буду как-то вот нервничать. То есть психологически это все равно сказывается. Вот. А так в целом, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал, вступайте ко мне в телеграм-канал, я там чаще появляюсь, чем на ютубе. И всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!